На заседании правительства Чувашии сегодня рассмотрели ряд вопросов, продиктованных экономической ситуацией. При этом речь идет как о росте некоторых цен, так и об увеличении государственной поддержки. Государственная служба по тарифам проанализировала расчеты перевозчиков, пассажиров и грузов и вынуждена была согласиться. Последние работают себе в убыток. Стоимость проезда в транспорте не менялась уже два года. С 10 марта поездка в троллейбусе будет стоить 15 рублей, в маршрутке по городу 20, до Новочебоксарска 23. В автобусе стоимость останется прежней 16 рублей за одну поездку. Мера не популярная, но необходимая. Предлагаемые новые тарифы укладываются в рамки инфляции 2014-2015 года. Кроме того, если пассажир расплачивается электронной транспортной картой, проезд во всех трех видах транспорта на рубль дешевле. Даже с учетом повышения стоимость проезда в Чуваши остается одной из самых низких в Поволжье. Минсельхоз Республики разработал комплекс организационных мер по закупке техники, удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных частей, семян для успешного проведения весенней пассивной кампании. Сейчас зимы находятся в основном в хорошем и удовлетворительном состоянии. В настоящее время ведет работа по подготовке семенного материала. Семена яровых, зерновых, зерновых культур у нас засыпано 49 тысяч тонн. Это 103% к плану. В прошлом году у нас на эту дату не хватало 1% семян. И кондиционность на сегодняшний день составляет 70%. В прошлом году было 58%. Не более 40% от потребности заготовлено горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. По словам Сергея Павлова, сельхозтоваропроизводители, напуганные удорожанием, привлекают меньше кредитов. Но предпринятые меры должны изменить ситуацию к лучшему. Буквально недавно уже было, в середине февраля было принято решение. И Росельхозбанка по снижению процентов ставок сейчас краткосрочные кредиты выдают 23,5%. Сбербанк тоже снижает свои ставки и около 20% будет выдавать кредиты. И кроме этого принято постановление правительства о субсидировании процентов ставок по краткосрочным кредитам. И хочу отметить, что объем их вырастет до, то есть субсидируется будет от 16,5% до 17,5%. Если кредит будет 23, 17,5% будем субсидировать, это где-то 5-6% ложится на сельхозтовопроизводителя. Это уже посильные ноши и тем более лимиты, которые обозначены на это направление у нас в три раза больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день сельхозтовопроизводителям перечислены субсидии в сумме 198 миллионов рублей. И это почти в 4,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, на поддержку животноводства и элитного семеноводства предусмотрено более 110 миллионов рублей субсидий из республиканского бюджета. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.